Друзья, и вот сейчас после коллективного погружения, везения, да, вы ощутили его глубину, силу, и вполне возможно с вами случится такая жизненная история. После того, как вы выполните домашнее задание, вы ляжете спать, и вдруг вас накроет, вы будете видеть, видеть, реально видеть, какие-то образы. Там могут быть фараоны, там могут быть Наполеоны, там могут быть какие-то мистические дары, все что угодно. И вам руна, письмена, тайные книги, тайные знания, все что угодно. И вдруг в какой-то момент вам захочется сказать, ой, так круто, это же я, я достаю, я могу, я маг превеликий, да? Остановитесь. Остановитесь. У вас есть два варианта. С вами начало говорить подсознание. А какими мистическими образами оно с вами говорит, не имеет значения. Оно говорит в этом ключе. Будет это все золотое и египетское, или это будет все чертячее и прыгучее, или серебряное и мистическое, и с инопланетянами. Могут книги быть, все что угодно. Все что угодно. Смотрите, есть два варианта. Первый вариант. Вы осознаете это, принимаете свою уникальность, что у вас именно такой образ общения, такой язык общения с вашим подсознанием, и начинаете на эго раздувать. Я такой, я крутой, я маг великий, я могу. И в какой-то момент становится очевидно, а уникальность не принята. Вы себя не приняли. Вы накачиваете пустоту. И в такой момент эго лопнет. И она формирует вам сюжетом жизненных, обляпает соседние ячейки. Когда сформируются сюжеты, когда окружающие люди вам скажут, сумасшедшая, глупая, результатов не имеешь, тебя надули, и пошло, и пошло. Как правило, это заканчивается унижением, завистью, раздражением, чувство вины, брошенности и так далее. Это один опыт. Это через эго. Второй опыт – это когда вы остановились. Точно так же увидели опыт. Точно так же увидели, что язык подсознания с вами разговаривает. Есть уже, вот ваше подсознание с вами так разговаривает. Вы приняли свою уникальность. И потом задали себе вопрос. А в чем суть этой информации? Вот если вы говорите с человеком на любом языке, на русском, на английском, еще на каком-то, вам говорят речь. И вы всегда в речи четко чувствуете суть. Потому что если нету сути, то вот этот вот речевой поток, он превращается в балаболку. Бессмысленную балаболку, от которой отличаются шизофреники. Они говорят, говорят, или политики. Они тоже говорят, 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 а потом слушаешь, а сути нету. Блин, просто херня. Вода. Так вот, у подсознания не бывает воды. И когда вы это осознаете, тогда вы следующий вопрос задаете своему подсознанию. А в чем суть этого? В чем суть этих рун, тайных знаний? В чем суть этих египтян, которые приходят? В чем суть этих мистических каких-то существ? Этих инопланетян, этих чертей, этих зверушек, еще чего-то. Я не знаю, что я выдаст вам ваше подсознание. И направляете свое внимание именно, о чем это мне, мое подсознание говорит. В чем суть этого послания? И вдруг какой-то момент может случиться так, что у вас так и озарение, обратной связью это приходит, это приходит именно как озарение. И вы четко внутри знаете ответ на свой вопрос. И кто бы вам что ни говорил, вы просто знаете этот ответ на этот вопрос. И это ваш ответ. Вот это язык общения с подсознанием правильный. Если у вас после этого погружения получится, напишите нам обязательно об этом, потому что мы знаем, что мы к этому стремились. Это называется управляемое озарение. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо.